Приветствую. Ранее я уже выпускал ролики, в которых так или иначе затрагивался такой персонаж игры Undertale, как Гастер. Я рассказывал о нём в видео про жуткие моменты в игре, разбирал в отдельном ролике, как он связан с Сансом, и даже слегка затронул его в видео про то, почему Санс всегда улыбается. Что ж, я думаю, пришло время уделить ему отдельный ролик. В этом видео я расскажу вам всё, что известно про Гастера. Все детали, пасхалки, си... У меня есть теория, почему Сан всегда улыбается, потому что, ну, он скелет, и у него нет щек, и у него просто, наверное, всегда улыбка натянута. Как вам такая теория? Секреты. Изучим его историю и разберёмся, кто же он такой. А если я что-то упущу, вы можете написать мне об этом в комментариях под видео. Подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видеоролики. А мы начинаем. Игра Undertale полна самых разных персонажей. Какие-то из них менее значимые, встречающиеся всего пару раз за игру и не имеющие глубоко прописанного характера, а какие-то, напротив, наделены интересной предысторией и внутренними качествами. Но есть в игре и такие герои, охарактеризовать которых будет лучше всего словом загадочные. К таковым я могу отнести Темми, надоедливую собаку, лодочника и, конечно же, Гастера. Причём, если первых трёх мы можем спокойно встретить в игре, то последнего по случайности можно обнаружить крайне редко. А зачастую так и вовсе придётся влезать в файлы игры и вручную изменять код. Нихуя? На момент попадания нашего... А, подождите, мне Никита чё-то говорил. Мне Никита чё-то говорил, что есть какой-то перс, которого, ну, типа, один к тысяче, шанс просто встретить. И всё. Главного героя в игру учёным, служащим королю Асгору, является Альфис. Но до того, как известная нам любительница аниме заняла эту должность, на посту исследователя и изобретателя находился другой персонаж. Гастер. Загадочный монстр, создавший ядро, которое питает энергией всё подземелье и по сей день. Известно, что по трагическому стечению обстоятельств, Гастер упал в одно из своих изобретений, из-за чего и пропал. Однако, вопреки всему, он не погиб, а просто исчез из материального мира. И, судя по некоторым моментам в игре, он всё ещё пытается вернуться. В локации под названием Жаркоземье, или Хотленд, при определённых значениях одной переменной в коде игры, можно наткнуться на нескольких весьма странных персонажей. Персонажи эти зовутся последователями. И именно из их рассказов мы узнаём большую часть информации о как... Первого последователя можно встретить возле лифта L3. Он поведает о том, как жизнь учёного внезапно оборвалась, и задумается, не оборвётся ли таким же трагическим образом жизнь нынешнего королевского учёного. Как только игрок покинет комнату, последователь загадочным образом исчезнет. Второй последователь может встретиться нам рядом с лифтом R1. Он расскажет, что... Вот бы по-русски были буквы... Однажды Гастер бесследно исчез, и был расщеплён во времени и пространстве. После чего, упомянув, что одна из частей Гастера сейчас находится у него в руке, внезапно пропадёт. Рядом с лифтом L1 может встретиться третий последователь. Он будет рассказывать нам о том, как жизнь Гастера была внезапно оборвана из-за эксперимента, который прошёл не так, как надо. Но внезапно последователь прекратит свой рассказ, и скажет, что не стоит обсуждать того, кто слушает. Этот последователь также исчезнет, после того, как игрок покинет комнату. Слушайте, ну у меня такие друзья, да, есть, которые, если я начинаю, там определённые темы обсуждать, там, они говорят, сейчас, подожди, я поставлю этот режим полёта, блять. Последователи — это крайне загадочные, и я бы даже сказал, довольно жуткие создания. Они являются одними из тех персонажей, что знают о Гастере. Возможно, когда-то эти персонажи были коллегами королевского учёного. Но тогда возникает вопрос, почему в файлах игры эти существа названы именно последователями, а не коллегами или ассистентами. Неизвестно, также говорят ли они правду, и последователями кого именно являются, ведь их наименование не последователи Гастера, а просто... Извините, я тупой, вам, может быть, будет похуй, но у меня просто... Вот, я смотрю серьёзное видео, да, какое-то, чё-то пытаюсь вникнуть, блять. Вот это, нахуй, бобровая собака, блять, просто смотрит и кликает своими челюстями, нахуй. Я не батился ни на один из вот этих смайлов, кроме вот, ну, блять, ну, меня чё-то это, ну, подвыбило, знаете, вот, когда вот всё нормально. Ну, ладно, я объясню тогда на более простом языке. Знаешь, вот, когда сексишься, сексишься с девочкой, и такой, думаешь, а вдруг бабушка умерла, и её душа сейчас смотрит, как мы сексимся. Вот, 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 у меня как будто вот сейчас вот это вот произошло. Вот такая хуйня вроде, смотрю, смотри, блять, ебучая собака. Последователи Помимо рассказов последователей, в игре также есть несколько комнат, так или иначе, указывающих на существование Гастера. Комната в водопаде выглядит как пустое помещение с сидящим посередине существом странного вида. Поговорить с ним нельзя, а если подойти к нему, то он широко и довольно крипово раскроет рот и глаза и исчезнет с непонятным звуком. Фанаткам сообществия принято считать, что это и есть Гастер. И, соответственно, на облике именно этого спрайта основываются контент-мейкеры, создающие арты и анимации по Undertale. Следующая комната, намекающая на Гастера, это тёмное место, в середине которого находится белый силуэт. Если к нему подойти и попытаться с ним повзаимодействовать, появится сообщение, написанное при помощи шрифта Windings. Этим сообщением будет слово «Отредактировано», что может указывать на Гастера, который как раз-таки был отредактирован или удалён из пространственно-временной линии. Что мы могли узнать из слов последователей. При выходе из помещения мы попадаем в комнату тестирования музыки, где у нас будет возможность прослушать четыре непопавших в игру саундтрека, одним из которых будет известная всем тема Гастера. Ещё одна комната, которая может иметь связь с пропавшим королевским учёным, это коридор с высокой травой. В траве можно наткнуться на двух персонажей, которые будут рассказывать про ловлю жуков. Но в какой-то момент один из персонажей обратит внимание на то, что за спиной у главного героя стоит неизвестный с широкой улыбкой. А уже спустя мгновение этот же самый персонаж... Гондон охуевший, блядь! Пошёл ты нахуй со своим видео, ёбаным, блядь! Куда репорт кинуть, уёбище, блядь! На, лови нахуй! Охуел, блядь! Гондон ебаный, блядь! Долбоёб ёбаный! Пошёл ты нахуй, червячок, блядь! Охуевший, блядь! Пиздец! Иди нахуй! Я сижу, погружаюсь в видео, пошёл нахуй, блядь! Субтитры подогнал «Симон»!